В прошедшем году в Заурале зарегистрировано 23,5 тысячи преступлений. Из них 918 совершили подростки. Цифра может быть и меньше, уверяют сотрудники УВД, если дети будут знать меру наказания за правонарушение и осознавать ответственность. Об этом шла речь на встрече со старшеклассниками 57-й гимназии. Кроме того, отметил полковник Александр Ломов, необходимо создать положительный образ милиционера. Образ складывается, не сказать, что положительный, но и что отрицательный тоже не сказать. То есть, если бы я оценивала по пятибалльной шкале, то это, наверное, было где-то бы на четверку. Такие встречи, да, безусловно, имеют результат. То есть, когда сами сотрудники приходят и рассказывают, это слушать интереснее. Недобросовестные сотрудники УВД сами подорвали доверие граждан, признался полковник. Он рассказал ребятам, какие требования теперь предъявляют к тем, кто хочет работать в правоохранительных органах. К примеру, необходимо высшее образование, желательно юридическое. Проблем у российской милиции много, отметил Александр Ломов. Гладко все только в кино про сыщиков. Тем не менее, сотрудники УВД продолжают качественно выполнять свою работу. Например, в Курганской области за прошедший год раскрыли две трети преступлений. Для сравнения, в Германии всего треть. Мы знаем, где примерно телефон этот находится, если телефон когда-нибудь заговорит, если им кто-нибудь когда-нибудь воспользует. Поэтому говорить о том, что, а, все равно не найдут, а, все равно не помогут, ну, не совсем объективно. Тоже телефон украли, но все закончилось благополучно, слава богу. Милиции благодарен. Надо социальные программы развивать государство, чтобы преступления меньше было, так как преступления происходят в основном в неблагополучных семьях. Это и другие предложения ученики 57-й гимназии высказали полковнику милиции лично. В планах руководства УВД провести такие встречи и в других школах области. А также пригласить учеников в дежурную часть, чтобы показать работу правоохранительных органов изнутри. Ольга Тыщик, Евгений Пантелеев, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион-45». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!